Велки-поповицы славятся не только своим пивом, но и любовью к шумным застольям за общим столом. В этом году он получился чуть больше, чем обычно. Огромный стол был установлен в Москве. Его диаметр более 60 метров. По размерам это сравнимо со знаменитым колесом обозрения на ВДНХ. Тянет на рекорд, не правда ли? Поэтому на праздник был приглашен сотрудник из Книги рекордов Гиннесса. Конечно, он был не единственным гостем. Более двух тысяч человек приняли участие в застолье. А вокруг стола расположилась целая чешская деревушка со своим кузнецом, кожевником и пивоваром. При помощи телемоста к празднику присоединилось множество российских и европейских городов. От чешской деревушки Белка-поповицы и до самого Владивостока. Так застолье протянулось через весь континент. Неплохая заявка на рекорд. Но что скажут настоящие эксперты? Они подтвердили, это настоящий рекорд, который зафиксируют в Книге рекордов Гиннесса. Велки-поповицы славятся не только своим пивом, но и любовью к шумным застольям за общим столом. В этом году он получился чуть больше, чем обычно. Огромный стол был установлен в Москве. Его диаметр более 60 метров. По размерам это сравнимо со знаменитым колесом обозрения на ВДНХ. Тянет на рекорд, не правда ли? Поэтому на праздник был приглашен сотрудник из Книги рекордов Гиннесса. Конечно, он был не единственным гостем. Более двух тысяч человек приняли участие в застолье. А вокруг стола расположилась целая чешская деревушка со своим кузнецом, кожевником и пивоваром. При помощи телемоста к празднику присоединилось множество российских и европейских городов. От чешской деревушки Белка-Поповицы и до самого Владивостока. Так застолье протянулось через весь континент. Неплохая заявка на рекорд. Но что скажут настоящие эксперты? Поздравляю! Вы официально сделаете! Спасибо большое! Они подтвердили! Это настоящий рекорд, который зафиксируют в Книге рекордов Гиннесса.